В Уральске пострадавших от паводка могут выселить из эвакопункта. Об этом заявили постояльцы эвакуационного пункта, действующего в Привузе. В Уральске стартовала специальная программа «Уральск без наркотиков», цель которой – кардинально изменить ситуацию с наркоманией в городе. В Уральске около 10 таксистов привлечены к административной ответственности. Нарушения были выявлены в ходе акции «Пассажир». В Уральске пострадавших от паводка могут выселить из эвакопункта. Об этом заявили постояльцы эвакуационного пункта, действующего при закату имени Жангирхана. Члены семьи, временно размещенные в помещении университета, могут остаться без крыши над головой. Положенное жилье они еще не получили. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. Многие пострадавшие от паводка уральцы до сих пор вынуждены жить в эвакопунктах. Но размещены они в студенческих общежитиях. Изначально людей планировалось расселить на лето. Но жильем на сегодняшний день обеспечены далеко не все. Тем временем до нового учебного года осталось порядка недели. Университетские общежития уже необходимо готовить к размещению студентов. Обратившиеся к нам в редакцию жители заявили, что их попросили съехать с эвакопункта. Все вещи пришлось вынести из помещения. «Нам говорят, выходите отсюда. А куда мы сейчас пойдем? У меня семья – семь человек. Но никто у себя не разместит. Ни родственники, ни знакомые. Остальные люди – также у них по несколько детей. Куда они пойдут?» «Ни откуда мы сейчас не дождемся помощи. Здесь нас выселяют. За день попросили, чтобы мы покинули помещение, ссылаясь на то, что необходимо делать ремонт в общежитии для заезда студентов». Руководство общежития отказалось дать какой-либо комментарий съемочной группе нашего телеканала. После этого за разъяснением нам пришлось обратиться в Акимат. Пресс-секретарь Акима города в свою очередь заявил, пока не будет предоставлено положенное жилье, выгонять людей из эвакопункта никто не имеет права. «Сегодня в шести эвакопунктах проживает порядка 170 человек. 130 семей уже получили жилье. Остальные пока ждут своей очереди. С проживанием в зданиях студенческих общежитий будем решать вопрос. Но выгонять людей из эвакопунктов никто не имеет права». В Акимате пообещали, что вопрос предоставления жилья займет не больше месяца. планово-предупредительные работы. «В этом году, так как Кастрансгаз, Аймак и Интергаз на АГРС хотели провести тоже такие же работы, планово-предупредительные, испытательные работы, мы согласовали и перенесли эти работы на август месяц. То есть, чтобы каждый месяц не останавливаться, мы именно подвели эти работы к одному времени». К другим темам. 17 человек подхватили инфекции после получения медпомощи в Западно-Казахстанской области. Как сообщает заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Западно-Казахстанской области Нурлубек Мустаев, за шесть месяцев текущего года в области зарегистрировались 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи. Из них 9 случаев произошли в стоматологических организациях, 5 случаев в хирургических медицинских организациях, 3 случая в роддомах. На данный момент о комиссии инфекционного контроля ведется расследование данных нарушений. «При изучении данных расследований, протоколов расследования комиссии инфекционного контроля видим то, что имеется нарушение санитарно-дезинфекционного режима, имеется нарушение санитарных правил, а также у самих больных были сопутствующие заболевания, которые привели после проведения медицинских манипуляций к осложнению. Умерших пациентов лечили, а живых даже не вспоминали медики в Октябрьской области. Прокурорская проверка выявила, что медики своевременно не проверяют пациентов с хроническими заболеваниями, не предоставляют им положенные бесплатные лекарства. А в некоторых случаях, напротив, проводят липовый медосмотр тем, кого уже нет в живых. Шокирующие факты равнодушного отношения к пациентам обнаружили в двух районах. Так, к примеру, в Алгинском районе людей, состоящих на учете с гипертоническим заболеванием, своевременно не приглашали на медицинский прием. В итоге 74 жителям не провели необходимые исследования и не предоставили медуслуги, в которых они нуждались. Кроме того, в больницах пациентам почему-то не выдавали положенные бесплатные лекарства. Зато медики проводили медосмотр людям, которых уже похоронили. Всех, кто допустил неслыханную халатность, привлекли к ответственности. Кроме того, установлены факты предоставления медицинских услуг умершим людям. Данные услуги вводили в базу данных в целях завышения количества оказываемых медицинских услуг. К примеру, районной больнице в октябре 2023 года, одном из жителей района, оказаны услуги приема общего медицинского осмотра, тогда как он скончался еще в июле 2023 года. По акту прокурорского надзора, должные лица, допустившие нарушения, привлечены к строго дисциплинарной ответственности. В Уральске стартовала специальная программа «Уральск без наркотиков», цель которой – кардинально изменить ситуацию с наркоманией в городе. В рамках этой инициативы реализуются меры по усилению участия граждан в борьбе с наркопреступностью и активному сотрудничеству с правоохранительными органами. Подробнее о программе в следующем сюжете. В Уральске официально стартовала программа «Уральск – город без наркотиков», направленная на борьбу с наркопреступностью и предотвращение распространения наркотиков в нашем регионе. Программа разработана с учетом уникальных особенностей нашего региона и сложившиеся криминогенные обстановки. В прошлом году была ликвидирована межрегиональная организованная преступная группа, занимавшаяся распространением наркотиков в Уральске и Актубе. Изъято более полторы тонн маковой соломы, что равно 150 миллионам доз на черном рынке. В текущем году выявлены 162 наркоправонарушения, изъято 32 килограмма наркотиков, включая марихуану и гашиш. Официально ее со всеми госорганами. Она у нас сейчас тоже есть, но она в пилотном проекте. А мы уже утвердим все правоохранительные органы и госорганы в нашей области и будем работать. Мы хотим ожидать эффекта, чтобы несовершеннолетние дети уже в возрасте 12-10 лет знали, что такое наркотик, что наркотики это зло, что употребление наркотиков ведет к летальному исходу в течение пяти лет. Тот, кто употребляет синтетические наркотики, в течение пяти лет максимально их продолжительность жизни. Они должны это знать и должны знать, что предусматривает распространение наркотиков. В последнее время проблема незаконного оборота наркотиков и наркомании достигла уровня национальной безопасности. Принятые меры направлены на противодействие синтетическим наркотикам и пересечение деятельности нарколаборатории. В настоящее время на учете в областном наркологическом специализированном лечебно-профилактическом учреждении стоят 722 наркозависимых, из них 22 страдают токсикоманией. В списке также числятся 60 женщин и 4 подростка, трое из них с наркозависимостью, один с алкоголизмом. Нарколог Ерлан Шумбалов ответил на вопрос присутствующих о том, что не все наркозависимые состоят на учете и не проходят лечения. Согласно НПА, приказам Минздрава, которые мы сейчас работаем, там критерии какие? Во-первых, ставятся на учет, это те лица, которые, для информации я хочу, те лица, которые непосредственно обратились за медицинской помощью в наше учреждение, также лица, которые попали в поле зрения правоохранительных органов и были доставлены к нам, это по решению суда и правоохранительных органов, а также лица, которые были экстренно доставлены в наше учреждение, это скорой помощью в сильном абстинентном синдроме. Вот этих лиц мы работаем и уже автоматически ставим на учет. В долгосрочной перспективе программа ставит цель воспитания у подрастающего поколения стойкого негативного отношения к наркотикам и стремится создать большую сеть активных борцов с наркопреступностью, которые будут передавать свои знания и ценности младшему поколению. Программа «Уральск. Город без наркотиков» – это вызов и возможность сделать город более безопасным и здоровым. Амин Махсотова, Альбина Жекенова, Айбула Чехпар, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42. В Уральске около 10 таксистов привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили специалисты инспекции транспортного контроля по Западно-Казахстанской области. Нарушения были выявлены в ходе акции «Пассажир». Как уточнили сотрудники инспекции, контрольные мероприятия продлятся до 31 августа. С 1 августа в Уральске проходит акция «Пассажиры», в рамках которой специалисты инспекции транспортного контроля по Западно-Казахстанской области проводят проверки автотранспорта, занимающегося деятельностью такси. «У таксиста должны быть нанесены опознавательные полосы на автомобиле, установлены шашки на крыше. Однако во многих случаях таксисты остаются неидентифицированными, что создаёт риски для безопасности пассажиров и нарушает требования законодательства». Если физическое лицо планирует заниматься деятельностью такси, оно обязано подать уведомления в органы государственного управления и оснастить транспортное средство в соответствии с требованиями для этого вида деятельности. Однако некоторые водители нарушают законодательство и забывают о необходимости обеспечения безопасности пассажиров. В ходе акции были остановлены несколько автомобилей и проверены документы. «Всего с начала года привлекались к ответственности по статье 463.1 КОАП РК 17 водителей, штраф на сумму более миллиона тенге. По статье 572.2 составляли 27 протоколов, сумма штрафа – 2023 тенге». По словам специалистов, по итогам 20 дней проведения контрольных мероприятий было установлено, что семь водителей не обеспечивают безопасность пассажиров. К слову, акция продолжится до 31 августа. Продолжаем выпуск. В Косталовском районе Западно-Казахстанской области с каждым годом растет число людей, получивших государственные гранты на развитие малого и среднего бизнеса. В этом году для получения государственной поддержки подали заявки 56 человек. 41 из них открыл свой бизнес. Какие проекты представили косталовские предприниматели и какой у них производственный потенциал, узнавал наш корреспондент. Малый и средний бизнес являются драйверами экономики. С годами у предпринимателей растет интерес к государственным грантам для развития и улучшения экономического потенциала края. В этом году в Косталовском районе 41 житель получил государственную поддержку и начал свой бизнес. На сегодняшний день 41 человек получил 59 миллионов 72 тысячи тенге на старт своего бизнеса по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, производство мороженого, ремонт шин, производство хозяйственного мыла и кондитерские изделия. Один из тех, кто получил государственный грант – Марат Губайдулин. Инвалид второй группы вместе с братом открыл цех по производству хозяйственного мыла. На выделенные средства они приобрели необходимое оборудование. На данный момент мы купили аппарат на полученные средства. Выпускаем хозяйственное мыло по 200-300 граммов. В настоящее время растет спрос среди сельчан. Производим и реализуем от 250 до 350 штук мыла в день. Предприниматели, начавшие производство хозяйственного мыла, торгуют своей продукцией в районе и областном центре. Владельцы бизнеса намерены в будущем работать над выпуском мыла с запахом, жидкого мыла и порошка для стирки. Креативный хаб «Самрук Казана» появится в Уральске. Его оборудуют на базе ДК «Молодежи». Проект нового молодежного центра презентовали Акиму Западно-Казахстанской области Нариману Турегалиеву. Новый креативный хаб в Уральске планируют открыть при поддержке фонда «Самрук Казана Траст». Новый центр для творческой молодежи, креативный центр «Весгея Эпик Урал» появится на базе существующего ДК «Молодежи». Здание останется тем же, при этом переоборудует помещение. На первом этаже здания планируется создать концертную площадку, театр, кинозал, общественную библиотеку и кафетерий. На втором этаже расположатся галереи, музей, каворкинг, лаборатории по работе с искусственным интеллектом. С процессом ремонтных работ ознакомился глава правления АО «Самрук Казана» Нариман Турегалиев. В новом креативном хабе жители области смогут свободно посещать, также участвовать в постановке театральных представлений, мастер-классов, создание анимации и дубляжа под руководством наставников. Наша цель – объединить креативную молодёжь для развития творческого потенциала. Открытие новых молодёжных центров в поручении главы государства Касамжумарта Тукаева. Такие центры создадут во всех регионах страны. Данная инициатива позволит раскрыть потенциал талантливой молодёжи региона. Кроме того, такие креативные хабы дадут импульс и развитию экономики региона. Мы уже имеем положительный опыт открытия таких молодёжных центров. В прошлом году здание библиотеки в Актюбинской области после обновления превратилось в настоящий центр науки и творчества. Сейчас полным ходом идёт создание креативного хаба в Уральске. Стоит отметить, что представители фонда АО «Самрук Казана» вложили в проект 211 миллионов тенге. В свою очередь Аким области Нариман Турегалеев поблагодарил главу национального холдинга за вклад компании в развитие культурной сферы региона. Открытие молодёжного творческого хаба в Уральске запланировано к концу следующего года. Марина Горбук, Марлен Искалиев, Особя Кобекенов, ТДК-42. В Уральске подвели итоги областного этапа конкурса «Мирелёт-бассе». На торжественном собрании в стенах областного Акимата наградили победителей и лауреатов специальных номинаций. Наша съёмочная группа узнала секреты успешных семей. «Мирелёт-бассе» – это конкурс, направленный на популяризацию семейных ценностей и укрепление института семьи. Он даёт возможность узнать о семейных союзах в каждом регионе, где царят единство и гармония. Именно поэтому «Мирелёт-бассе» проводится ежегодно, и с каждым разом растёт число желающих принять в нём участие. В этом году семья Хамзиновых из Женбекского района впервые приняла участие в конкурсе и стала победителем. «Мероприятие проходит на высшем уровне. От имени всех участников хочу выразить большую благодарность. Родина начинается с семьи. Какое воспитание мы даём своим детям, так они будут вносить свой вклад в свою родину». Также обладателями номинации «Образцовая семья» стала семья из Уральска. Бегаем Хамзина подчеркнула, что её родные активно трудятся в различных сферах жизни, внося значительный вклад в развитие региона. «В конкурсе мы должны были предоставить полностью информацию о нашей семье, чем мы занимаемся. Я сама работаю руководителем отдела контроля медицинской деятельности департамента медицинской контроля по Западной и Астанской области. Как я ранее говорила, у моего брата своё христианское хозяйство. Они занимаются также развитием, как сказать, развитием нашего региона». В этом году на участие в конкурсе «Мирилеут-Пасе» поступило более 200 заявок. Из них 13 семей получили путёвки на областной этап. И теперь семейство Амагельда Хамзина будет защищать честь региона на республиканском уровне. По всему Казахстану продолжается акция «Таза Казахстан». В уральские волонтёры и представители ресурсного центра убирают скверы и парки от мусора, ухаживают за деревьями. В экологической акции может принять участие любой желающий. Акция «Таза Казахстан» стартовала по всей республике в апреле текущего года по поручению главы государства. Основной целью этой акции стало привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы, пропаганда бережного отношения к окружающей среде. В акции принимают участие волонтёры из числа студентов, представители общественных объединений и все желающие. В Уральске за время проведения акции собрали тысячи тонн мусора. На этот раз объектом работы стала местная набережная. Помимо сбора мусора, участникам акции предстояло окопать и побелить деревья, убрать сорняки. «Мы проводим акцию «Таза Казахстан» с апреля текущего года. За это время в мероприятиях по очистке и частичному благоустройству города приняли участие тысячи западноказахстанцев. Каждый субботник самых активных мы поощряем ценными призами и подарками». Организаторы акции отмечают, что волонтёры могут привести в порядок и территории многоэтажных жилых домов. Для этого их жильцам необходимо подать заявку в молодёжный ресурсный центр. «Эта акция называется «Чистый двор». Едет туда автобус с волонтёром. Нужно подать заявку, самое главное. И мы будем делать там чистый дом». Акция «Чистый Казахстан» продлится до глубокой осени. Участие в ней могут принять все желающие. Марина Горбук, Олег Писаренко, Особия Кобикенов, ТДК-42. В Актау экоакцию «Таза Казахстан» вместе с горожанами поддерживают предприниматели и строительные компании. Участники вышли на субботник, где очистили главную достопримечательность города – набережную. Спортсмены школы «Дзюдо», пляжные волейболисты и другие активисты раздали молодёжи билеты в кинотеатр, сертификаты на софтборд. Активисты отметили, что такая акция по уборке будет организована и в дальнейшем. Участники субботника разделили свою работу на несколько этапов, то есть очищали территорию от сорняков, отдельно собирали бытовые отходы, а крышки от пластиковых бутылок будут использованы с пользой. Они передаются благотворительной организации. Мы впервые организуем субботник. В субботнике принимают участие не только сотрудники компании, но и представители различных организаций. Чтобы заинтересовать их, мы подготовили несколько подарков и сертификатов. Теперь мы стараемся чаще устраивать такие субботники. Приглашаю другие строительные компании организовать такие мероприятия. В честь Дня спорта в Уральске прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители администрации города, сотрудники средств массовой информации, руководители государственных и общественных организаций, ветераны спорта, сотрудники спортивных организаций, лучшие спортсмены и тренеры города. Как отметил президент Республики Казахстан Касым Жамарт Кемелевич Тукаев, спорт – это важный инструмент для укрепления здоровья и духовного богатства народа. Через спорт мы совершенствуемся, повышаем единство и солидарность. В соответствии с этим принципом всех присутствующих поздравили с праздником День спорта. Хочу поздравить всех ветеранов спорта с праздником физкультуры и спорта, пожелать им здоровья, добра, чтобы они жили все больше ста лет, и всегда, чтобы приходили, когда мы их приглашаем на все собрания, на все совещания, на все вот такие приемы, как сегодня. Поздравительные речи сопровождались вручением благодарственных писем и наград тем, кто внес вклад в развитие спорта. Руководитель аппарата Кема города Алтай-Кулкаев отметил важность улучшения спортивной инфраструктуры и поделился успехами в этой области. Поздравляю всех с праздником! В этот день хочу пожелать процветания спорту в нашей стране и отметить успехи. За последние три года в Уральске было построено около 80 спортивных площадок. Кроме этого, в 10-м микрорайоне сейчас идет постройка большого спорткомплекса, который даст хорошие возможности для наших спортсменов, а также возможность устраивать в нашем городе крупные спортивные соревнования. За последние годы в Уральске были организованы масштабные спортивные мероприятия, такие как гала-бар-сет, турниры по волейболу и гребле, марафоны и другие соревнования, способствующие популяризации спорта среди молодежи и укреплению спортивного духа. Качественные ювелирные изделия предлагает сеть салонов «Алтынгрант». До 1 сентября в сети салонов действует выставка продажи изделий с бриллиантами от ведущей первой бриллиантовой компании. На выставке продажи в трех городах Казахстана можно приобрести эксклюзивные изделия с бриллиантами со скидкой 50%. Сеть ювелирных салонов «Алтынгрант» действует в Уральске от РАО и Алматы. В связи с высоким спросом покупателей на эксклюзивные изделия, в салонах организована выставка продажи изделий с бриллиантами от первой бриллиантовой компании со скидкой 50%. Кроме того, совершившие покупку на сумму от 100 тысяч тенге участвуют в розыгрыше Серег Пусетов с бриллиантами. Сеть ювелирных салонов акцентирует свое внимание именно на качестве украшений, на качестве бриллиантов, для того, чтобы наши покупатели могли быть уверены и спокойны в том, что они покупают именно золото, именно качественные бриллианты. Мы работаем только с проверенными поставщиками, которые дают гарантию на все свои украшения. Кроме того, в Алтынгрант действует услуга по обмену старого золота на новые украшения. 17 и 18 августа выставка продажи изделий с бриллиантами состоялась в Уральске. Далее 24 и 25 августа выставка пройдет в АТРАО в торговом центре Ардагер, а в Алматы выставку можно посетить 31 августа и 1 сентября в ТРК «Спутник Мол». О подготовке к предстоящему учебному году 20 августа в программе ОЗИКТ в 19.30 в прямом эфире на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ТДК-42.КЗ. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин